Здравствуйте, уважаемые коллеги! Продолжаем решение задачи моделирования грибного винта и в сегодняшнем видео рассмотрим некоторые изменения, которые произошли в сеточной модели. Напомню, что в прошлом видео мы с вами построили неструктурированную тетраэдрическую сетку с измельчением ячеек вдоль пограничного слоя. В сегодняшнем видео я покажу следующие изменения. Во-первых, добавлена опция Body Sizing. С помощью вот такого цилиндрического тела сделано измельчение сетки. Размер элемент составляет 20 мм. Это позволяет более детально разрешить поле скоростей в спутной струе грибного винта. Также давайте вспомним, какие размеры элементов мы задали для стальной сетки. Максимальный размер элемента 60 мм. Задана опция измельчения сетки вдоль кривизны. Чем меньше радиус кривизны, тем меньше сетка. И минимальный размер ячейки составляет 1 мм. Общее количество ячеек с учетом измельчения с помощью опции Body Sizing составило почти 3,3 млн. ячеек. Также были заданы следующие опции. Это измельчение сетки на соприкосновении статорной и роторной областях 6 поверхностей, размер элемента 3 мм. Измельчение сетки вдоль пограничного слоя, количество ячеек 5, количество слоев 5, общая толщина пограничного слоя 2 мм. Также задана опция измельчения на стенке обтекателя, размер 3 мм. Ну и опция Body Sizing, которую мы добавили в сегодняшнем видео. Также для удобства работы в препроцессоре ANSYS CFX было сделано следующее изменение. Отдельно в областях домен-интерфейс для статорной и роторной части каждая поверхность была названа отдельным именем. Это необходимо для удобства работы в CFX Pre. Но если вы построили модель по прошлому видео, в принципе в CFX Pre вы тоже можете это сделать, и я покажу как. То есть не обязательно задавать имена отдельным границам, но в данном случае это будет просто удобнее. Также можно для удобства сгруппировать эти поверхности. Допустим, мы их разгруппировали, их можно выделить и нажать опцию Grow. Таким образом данная сетка готова для моделирования уже в ANSYS CFX. Но есть еще один момент. Дело в том, что моделирование грибного винта задача достаточно тяжелая, и она занимает достаточно длительное время для расчетов. Но как правило это как минимум 1-2 часа. Поэтому бывает возникает необходимость уменьшения количества ячеек без существенного снижения результата, качества результата. Поэтому у кого слабый компьютер или кто хочет посчитать чуть побыстрее, мы сегодня рассмотрим также более грубую сетку. Конечно же качество результата будет несколько ниже, чем на мелкой сетке, но вы сможете быстрее посчитать задачу. Ну и также, пользуясь вот этими вот исходными параметрами, вы можете при желании измельчить сетку уже под свой компьютер, сделать там 10 миллионов, кому захочется. Но помните, что если мы уменьшаем размер ячеек в 2 раза, грубо говоря, количество ячеек увеличивается в 8 раз. Ну и так происходит для каждой отдельной области. Итак, далее рассмотрим построение грубой сетки, но достаточной для решения нашей задачи. Модуль меж закрылся. Вот здесь созданы два объекта. Fine Mesh, которые мы только что закончили. И Rock Mesh, где мы сейчас будем рассматривать более грубую сетку. Для начала необходимо импортировать цилиндрическое тело, вдоль которого мы будем измельчать ячейки. Ну вот тут появилась поверхность, которая была в проекте, мы ее погасим. Сопресс-боли. Вот у нас появилось новое цилиндрическое тело. Переходим к модулю Mesh. Убираем, удаляем контакты. В данном случае нам не понадобится. Также необходимо задать имена отдельных границ для интерфейса в статорной и роторной области. Начнем с роторной области. Так, вот это будет поверхность 1.2. Поверхность 2.2. Поверхность 3.2. То же самое сделаем для статорной области. Поверхность 1.1. 2.1. И 3.1. Здесь зададим опцию измельчения сетки, но придется выбирать вручную, потому что, к сожалению, если выбирать опцию Named Selection, можно делать только по одной поверхности. Ну, кому как удобнее. Итак, фейссайзинг на статорной области. И то же самое на роторной области. Три поверхности на роторной и три поверхности на статорной. Все в порядке. Также задана опция Inflation. Здесь немножко увеличена толщина, общая толщина ячеек пограничного слоя, потому что сетка погрубее. Задана опция Face Sizing. Размер элементов 8 мм на поверхности стенки. На статорной и роторной областях размер элемента 5 мм. И нужно добавить опцию Body Sizing. Выбираем геометрию, где мы будем измельчать. Это у нас статорная, в данном случае область. Метод Body of Influence. Выбираем цилиндрическое тело. И размер элементов указываем 20 мм. Итак, у нас заданы все поверхности, заданы все размеры сетки. Выбираем опцию Generate Mesh. Сетка построилась достаточно быстро. В принципе, результат удовлетворительный. Даже почти, практически хороший. И такая сетка, в принципе, позволит посчитать данную задачу. Посмотрим, общее количество ячеек составляет 1 миллион 370 тысяч. В задаче, в проекте, где более мелкая сетка, там количество ячеек 3,3 миллиона. То есть, в 2,5 раза примерно количество ячеек уменьшилось. На этом можно завершить задачу построения сетки. И в следующем видео мы рассмотрим уже моделирование гидродинамики кремного винта. На сегодня все. Спасибо за внимание.